Если нарушитель впервые нарушил в природоохране заказов, необходимо выдавать, конечно, предупреждение. При повторном нарушении крупный штраф и даже уголовная ответственность. Главный инспектор по охране окружающей среды дает экологам наставление перед первым рейдом в этом году. Казанский поселок Отары, улица Дорожная, перед глазами инспекторов, гора мусора. Овраг в этом поселке засыпали строительными отходами. Мы видим здесь камни, отработанный асфальт. Вероятнее всего, сюда его свозили целыми КАМАЗами. Это отходы четвертого класса опасности. Водитель экскаватора на вопрос инспекторов, кто дал указание свозить сюда мусор, ответил местная администрация. Сбрасывают мусор со своих КАМАЗов в целях экономии, или как я не могу сказать, да. При выявлении мы их привлекаем к ответственности, но в настоящее время ведется работа по установлению баланса держателя данной территории, чтобы уже привлечь к ответственности. Штраф для должностных лиц от 10 до 50 тысяч рублей. Для юридических от 100 до 250. Но виновные этим могут и не отделаться. В части размещения отходов, к примеру, в Московский район, ООО Тане, вы все знаете, там был посчитан ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. И Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Сейчас этот материал расследуется. До майских праздников все свалки в республике должны быть ликвидированы. Инспекторы будут выявлять их с суши, воды и с воздуха. В прошлом году вертолеты помогли обнаружить сотни свалок. За весну ликвидировали полторы тысячи. Под контролем водоохранные зоны, парки, скверы и дворы с контейнерами. Летом не всегда бывает, что полные контейнеры стоят. А так вроде нормально. Я прихожу, уже там нет мусора. И вокруг убирают. Наводить порядок экологи призывают в секции торстанцев. В качестве мотивации предусмотрено проведение конкурса на получение грантов среди некоммерческих организаций республики, осуществляющих свою деятельность в области экологической безопасности. Помощь и гаджеты. Сфотографируй свалку, отправь народный контроль. Еще конкурс «Эко-весна». Растает снег, начнутся массовые субботники, акции и конкурсы. Самая активная семья поедет в Крым. Анна Городнова, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Анна Городнова, Амир Залюшев, ТНВ.